Главными вопросами конференции стало обсуждение внешнеэкономической деятельности стран Евразийского экономического союза в рамках принятия нового таможенного кодекса. Закон, который вступит в силу с 1 января 2018 года, объединил в себе мысли и идеи, которые уже прошли апробацию на территории не только Беларуси, но и других государств. Кроме того, в документ внесены и все эксперименты, которые оказались результативными. Бизнес высоко оценил, проводя экспертизу этого документа, но вместе с тем необходимо было еще в развитии таможенного кодекса отработать внесение изменений в ряд указов главы государства нашей страны, в постановление правительства. И бизнес здесь принимал активное участие в подготовке тех предложений, которые необходимо было учесть. При подготовке кодекса разработчики, а это специалисты таможенных структур и всех ключевых министерств, обработали более тысячи вопросов. Среди основных – автоматизация процессов и упрощение таможенных формальностей, связанных с переходом на безбумажные носители. В комплексе все эти действия создают условия для реализации механизма одного окна, что позволит значительно ускорить оформление документов, а следовательно и движение товаров. Сегодня на автоматическом выпуске у нас уже оформляется достаточно большой процент экспортных операций, импортных операций, и в целях совершенствования этого процесса дальше мы именно и встречаемся сегодня с бизнесом. И очень важно, что сегодня, за определенное время до вступления таможенного кодекса в силу, мы собрали международную конференцию научно-практическую, которая даст, возможно, еще некоторые ответы на те вопросы, которые сегодня возникнут у бизнеса. Это очень хорошая встреча и полезная как таможенной службе, как ключевым министерствам наших стран, так и бизнесу. Основная концепция нового таможенного кодекса – это упрощение внутреннего перемещения в свободных таможенных зонах. На сегодня их выделено три – обычные, портово-логистические, примыкающие к аэропорту или границе, и совершенно новый вид – территориальные, развивать которые каждая страна будет по-своему. Закон упраздняет подачу декларации для передачи товара, тем самым давая бизнесу и таможенникам время, чтобы проводить контрольные мероприятия с использованием системы управления рисками и на основании документально подтвержденной информации. Это в первую очередь скорость, это простота. Не будет простоев ни железнодорожных вагонов, не будет непростоев при обработке информации. Плюс к этому добавляется еще бездокументный оборот и автоматическое оформление, либо регистрация декларации. То есть все в комплексе будет направлено для субъектов хозяйствования сместить нагрузку на оформление, на транспортировку груза для дальнейшего продвижения на рынок белорусской продукции. В рамках нового документа продолжится модернизация процесса таможенного администрирования, а также обустройство белорусской части внешнего контура таможенной границы Евразийского экономического союза. Помимо правовых вопросов, участники конференции обсудили таможенно-тарифное регулирование и реализацию положений таможенного кодекса на практике. Ирина Альшова, Андрей Щербат, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.